Запаха нету. Договорите мне, дядя. Ну, как раз в прошлую пятницу я-то из магазина пришла как раз, а она на кухне была с мамой как раз. Она со мной. А я говорю, Марья Олеговна, бегите скорее, кефир кончается. Она ещё так грустно-грустно как-то сказала, говорит, отбегалась я, мол, отдохнуть пора. Мне ещё так неловко стало, да, мам? Прям сердцем что-то прям почувствовала. Сколько же бегать-то можно? Лет сто уже бегает. Вот так вот зашла и с замочком щёлк, и вот так вот не вышла. Приступайте. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Герман проснулся ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. В это время кто-то с улицы взглянул в окно и тотчас отошел. Через минуту услышал он, что отпирали дверь передней комнате. Раздались незнакомые жаркающие шаги. Дверь отворилась, и на пороге возникла фигура женщины. Что это вы здесь в потемках? Экономите? Что это такое? Оборудование для менеджерского. 120 мегабайт на линчестерском накопителе. Представляете? Вы что, не видите, что мы занимаемся? Хорошо, вижу. Ребята, заноси сюда. Немедленно убирайтесь отсюда. Хорошо, хорошо. И обращайте внимание, ребятки. Ставьте на каждый стол. Аккуратненько, аккуратненько. Ну что ж, поговорим в другом месте. Окей. Николай Николаевич, дорогой, мне кажется, что вы, как человек искусства, излишне драматизируете ситуацию. Ну что страшного случилось? Ну не может же в самом деле дорогостоящее оборудование торчать в калибёре. Да вот же, где оно, самое дорогостоящее оборудование. Ну вы же педагоги. Ну неужели вы этого не понимаете? Понимаю. Для этого вас и держим. Давайте, воспитывайте. Облагораживайте. Истончайте души. Обратите внимание, как вы со мной разговариваете. Как с ребёнком. Или как с мудаком. Ну что вы. Для вас мой предмет абсолютная чепуха. И дети это видят. Николай Николаевич, давайте откровенно. Мы же всё-таки не музыкантов готовим, а бизнесменов. Вот когда вы работали в музыкальном училище, тогда ваш предмет был главным. Но вы же там не сработались. А у нас главное менеджмент и маркетинг. Ну конечно, я понимаю. Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма. А в результате получается одно и то же. Жлоб, невежда и вор. Давай сюда. Сколько, говоришь, мегабайт? 120. Отцвели уже давно Хризантемы в саду, А любовь всё живёт. В моём сердце больно. Папа! Папа! Романдая моя! Дайте папуру! Папа! Моти открою. Так, здорово! Доченька! Поздравляю! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к кому? Вселяться. А, Старухина комната, что ли? Не знаю, тут написано 18 метров. Верка, Старухину комнату приехали вселяться. Комната опечатана. Пианино послали, гляди. Я не знаю, но вот ордер же мне дали. Вот, смотрите. Ключ. А, распечатаем, заходи. Заходи. Вот, пожалуйста, заходите. Это ваша фатера. Вот тут она, эта бабка, как раз вот и жила. О, ёлки-палки, ты откуда поразить взялся? Это же её котяра. Это как раз кот нашей бабки, которая померла и жила в нашей квартире. Главное, год бабки нет, год его не было. И вот, на тебе, пожалуйста, объявился. Главное, жирный какой. Ты посмотри, какой жирный. Как будто на мясокомбинате тебя откармливали. О, уборов какой. Как ты сюда попал? А мебель вся наша. Мария Легона, как прощала, сказала. Всё, отбегалась и отдохнуть пора. А мебель, говорит, Верочка, всё тебе завещаю. И люстру, да. Потому что, говорит, вы мне как родные. Род нету никого нету. Правда, какого помнишь? Да, да, правда. Гороха, кресло-то куда нести? Давай сюда. Пап, а это куда положить? Я сюда занесу, да? Да, да, да. Сюда, сюда, сюда. Пункт проката. Ого! Концерт для вермишели. Или с оркестром. Гороха! 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 Гороха, готовь! Поставь куда-нибудь! Поставь куда-нибудь! Хорошо! Я тебя поставлю здесь! А зачем вам столько инструментов? Мы на фабрике работаем! А ты что, музыкант, что ли? Ну? За здоровье Николая Николаевича! Моего соседа и коллеги! А теперь за другого моего соседа! За Ивана Кузьмича! Ты знаешь, какой рыбак? Угры ломит в канале Грибоедова! Да! Сейчас принесу маринованных! Давай! Не надо! Почему? Потому что они у тебя говно воняют! А что ж ты хочешь? Если они всю жизнь в говне живут! Ладно, нет! Все мы в говне живем! Так что, давай, тащи своих угрей! А я вот угрей не очень! Нам, знаешь, до 83-го года этих угрей по ике давали! Так я их шоферу отдавал! Я человек простой! Мне бы тараньку пососать бы! А-а-а-а! То-то вы насосались за 70 лет! Со своими партбилетами! А-а-а! Теперь он, чего сосать приходится! А то это чего вступаешь! А я чего! А из вашей партии еще долго качупы вышел! А-а-а! Да, конечно, такие, как ты! И выйдут и войдут в любую жопу! А вот мой партбилет! Всегда при мне! А-а-а! И умру вместе с ним! За последнего коммуниста! Брось ты эту школу свою нахер. Что тебе эти тошнотики? Придешь там на фабрику, нам настройщики во как нужны. Каждый вечер играем и каждый день пьяные. КОНЕЦ Максик, Максик, кс-кс-кс, кс-кс-кс. Ах, вот ты где-то, хулиган, негодяй тобой. Ну, погоди, мы с тобой дома, пока маленькая. Подожди, даже. Во, видал? Топелезь. А кто это был? Старуха-покойница, соседка моя. Надо будет, наверное, папа позвать, комнату осветить. Интересно, куда она делась? Кто оно? Да старуха твоя. Ты известна куда? На кладбище. Ладно, тварь какая. Как была заразой при жизни, так я ее осталась. Вот так шкаф. Ну-ка. Видал? Ух ты. Двадцать лет живу тут и даже не знал, что можно на крыше выйти. Вот так она и шастает с кладбища сюда. Ты как хоронил ее? Как я мог хоронить? Пропала и все. А может, она и не мела? Что же она, живая отсюда летает, что ли? Это не герой, да. Мужики, чувствуете, как потеплело-то? Правильно, мужики. Пошли, давай. Ребята, в который час? Два ноль шесть. Я смотрю, у вас тут вовсю ночная жизнь. Слева вон лестница пожарная. Пошли на лестницу. Пошли на лестницу. Не выношу, когда бренчат на разбитом ящике. Закройте, опоздай. Мужики. Тихо, не все сразу. Варьян, сзади не могу. Порейся. Ребята, здесь ступенки не хватает, гляди. Куда дальше-то идти? Вот здесь, спускай, иди сюда. Ну, ты хоть на руки не наступай. Да правда, потеплело. Тихо. Тихо. Ну, подождите, ребята. Тут... О, ребята, это валютник. Пошли отсюда. Погоди, погоди. Почему это я, русский человек, работяга? Что, я не могу в своей стране кружку пива, что ли, выпить? Иди сюда. Верно я говорю? Хорошо. Ну, что, мало? Ну, а еще? Опять мало? Видно, как к русскому человеку относятся? Еще не раз партию вспомнился. Вот при нас такого не было. Не было. Вот, вот, вот все тебе даю. Что, и этого мало? Ну, нет у меня твоих долларов вонючих. Нету. Так что, теперь мне это интересно, пиво, что ли, не пить? Ну? О, смотри. Картавый за валюту сошел. О, а у меня тоже есть. А я вообще только их и собираю. Отлично я пил. Давно такого не пил. И без вашей партии пошли. Надо будет завтра с бедочком сюда наведаться. По-моему, Петя ты. А что, ребята, классно отремонтировали? Асфальтик, домашек, гайп. Да наш город все может, только не надо выдушить. А что, если б не телебашня, и бог не узнал бы своего района. А что, если б знали вы, как не доходи, Петербургские вечера? О, такси, стой, 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 стой. О, все, ребята, мы поехали. Давай, садись. Усадись, давай. Все, пока, Горохов, до завтра. Коля, пока. Шеф, вперед. Садись, Федя. Я на метро. Да садись ты. На метро. На метро. Уже четвертая часть ночи, все уже закрыто все. Петя, поехали, ну. Да не дури. Ну ладно, ладно. Давай, давай. Бора, Коля, я так крашу, ты к нам съехал. Мне так ненаило это бабье, а не бабы. А тебя я сразу полюбил. Брось ты нахер, брось эту школу, я тебе говорю. Поступай к нам на фабрику музыкальных инструментов. Именно Луна Осярского, Красный Октябрь. Нам, настройщики, во как нужны. Смену понастраивал, а ветер у метро. Стоп, стоп. Что такое? Это выше моих сил. Порзон. Стоп. Порзон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Поехали! Окей! Ха-ха-ха! 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 Ой-ой-ой-ой! Но почему вы сделали это? Почему вы сделали это? Извините! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Стоп-топ-топ! Это плохо не сенсорно! Поднимите внимание! Играет музыка Играет музыка Николай Николаевич! Да, я! Вас ждут в кабинете директора Вы же видите, у нас занятие, нет? Особенно молодые педагоги Должны сделать соответствующие выводы Извините! Решением собрания трудового коллектива За поведение несовместимое со званием педагога Выразившееся в систематическом нарушении преподавательской этики Детском популизме Поощрение пренебрежительного отношения к профилирующим дисциплинам Порчи оборудования Составляющего материальную часть лицея Вывести из рядов преподавательского состава Учителя музыкального и эстетического воспитания Чижова Николая Николаевича С последующей передачей освободившихся часов Профилирующим предметом КОНЕЦ КЛЮЁТ 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 Да какой там нахер клюёт? А декандоны плавают Фу! Всю экологию загадили паразиты Раньше вот на этом месте Вот таких вот лещей таскал А сейчас сопливую крики не поймаешь Тьфу! Твою мать! Извините, вы последний Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok ТОНЕЦ 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 Давай быстрее, где ты прозишь? Два часа тебя уже жду! Швляешься! Меня из школы выгнал? Так сердься ты из школы! Пойдём, я тебе такую покажу! Смотри Искривляюсь Ты чего это? Искривляюсь в пространстве Не понял Искривляюсь в пространстве, балда Нифига себе! Ух ты! Чего ты стоишь? Вставай сюда! Ну как? Ничего не напоминает? Так это же... Верно! Вы в Париже, дорогой товарищ! Всем вас и поздравляю! Осторожней, Коля! Крепче руками держись, а то опять голова закружится! Крем с ней! Ой, не может этого быть! Этого не может быть! Я не верю! Может, Коля! Может! Это же открытие века! Это в черте что! Вот это да! Конечно, открытие века! А ты как думал? Боже мой! Слушай, так это надо ученых позвать! Специалистов! Ты что, обалдал что ли? Никаких ученых? Ну так... Чтоб сюда поставили пограничный столб И нас с тобой подшу по колену Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Нет? Никому ни слова! Это мое искривление! Эй! Да-да, это хорошо! Скажи спасибо, что я тебя позвал! Что ты благодаря мне смотришь все это! Ты понял? Нет? О! Радость какая! Никаких ученых! Вдвоем все поделим! Вот видишь, у них тут все по-французски написано! Ничего не поймешь! Вот, видно нет! Вот, гляди, Коля! Видишь, работа не пыльная! Ручка крутит и езыплется! Ха-ха! Привет! А то все они-то дорогие! Ну, ты посмотри, что делается! Ну, вся улица завалена! Ну, все есть! А покупателей нет! Ну, кому это нужно, скажи! Вот, раз! Два! Три! Десять! Двадцать! Тридцать! Сорок разных сортов! Ну, все же сгниет! Все же пропадет! Выбросит все! А попроси хоть кусочек! Хоть грамм один не дадут! Народ такой! Удавится! Французы ж... Пошли! О! Посмотри, какими бутылями пьет! А говорят, русские люди пьяницы! Это от них все пошло! За мной! Вот, пожалуйста! Наши меха, Сибирь! Это сколько нашего зверя извели, чтобы их не проституток одеть! Пошли! Вот! Смотри, бандура какая! А попробуй поставь ко мне в комнату! Тут же расплетнешь! Через месяц! Потому что облучение! Чернобыль! А то они хитрые! Никто ничего не берет! Французы! Вон харя! Смотри! На него пахать надо! А вот кино! И запрашивает! О! Так это же я! Ха-ха-ха-ха! Ой, гады! О! Вон лесец пожарная! А вон бар! А набережная где? Там набережная была! Все ясно! Ищем бар рядом с набережной! Да! Позильник! Бразильник! Вон наша улица! Там? Да! Ты уверен? Да! А может так? Где? Там или там? Вон! Ну, все, прощай, Родина. Ну, что вообще? Вот башня, оттуда же башня была видна. Да она здесь отовсюду видна, что-то. Вот же набережная, смотри, там набережная была. Кузьмич, ты как все попал? Через задницу. Вдешь через Старухину комнату? Очень можно через комнату шастать. Кузьмич, ты хоть знаешь, куда ты попал? Я знаю одно. Удаляй, ты не будешь встать. У меня в этом году впервые клюет. А вы мне мозги засираете. Идите отсюда. Так, куда нам идти? В задницу. Да я забыл. Ты через тот переулок пришел? Мы заблудились, понимаешь? Мне какое дело? А? Да? Что? Горохов, иди сюда. Это здесь. Вот он. Вот стена, вот лестница. Пожалуйста. Ух ты! Елки! Какой мотоцикл! Посмотри! Слушай! Они совсем зажрались, а? Такие мотоциклы выбрасывают, а? Коля! Ну ты посмотри, а? Взять! 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 Церквей понастроили, а в Бога не верят. Пойдем. Взять! 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 Привет! Взять! Смотри, кто нас встречает! Вот он и отожрался, сволочь. Ну, все, жди привидений. Я сегодня с этим привидением разберусь. Нагло ведь, зараза! Вот паразит гуляет, как у себя дома! За что ж ты его так? Он нам, можно сказать, открыл Париж, а ты его поливай. О, смотри, какая хреновина, а! А что, ты по-французски трехаешь? Не, это песня такая была, и в Монтанке. Эй, вы! Если вы думаете, что ваше хулиганство сойдет вам с рук, то вы глубоко ошибаетесь. Полиция уже все известно о вашем ночном раздвое, я об этом позаботилась. И вы можете не сомневаться, что ответите по закону. А что она хочет? Спасибо, говорит. Ты же ей вчера пианино настроил. Ну да. Да. Мадам, пожалуйста, пожалуйста, это ради бога. Это вообще не стоит благодарности. Не изображайте себя идиотом. У себя в Польше можете придуриваться, а здесь изводите соблюдать нормы цивилизованного общества. Нет, нет, она что-то хочет. Что может хотеть французская баба от русского мужика? Ты думаешь? Ну. Кроме того, что вы разорили мой сад, сломали голландскую розу, вы нанесли мне материальный ущерб на пять с половиной тысяч франков. Полюбуйтесь, какой бедлам вы устроили у меня в мастерской. Идите, идите, посмотрите. Вот видите, к себе зовёт, я с ней говорил, пошли. Ты не робей меня, слушай. Я требую немедленного возмещения убытков и приведения в порядок моей студии. И не делайте вид, что не понимаете. У меня есть свидетели, они подтвердят всё, о чём я заявил в полицию. Смотри. Садитесь. Посмотрите на свою работу. А это группа. Как мне их соединить? Это же была композиция. Как ты смотри, далекает. Девушка-то горячая какая. Да, отвратительная. Зато в постели они говорят, что стоит. А диван? Посмотрите, какие пятна. Что мне теперь с ними делать? А это Тамар, которому вы сломали клешню. Вот как хочет. Раком, раком на диване. Остаётся всё это только выбросить. О, твою мать. Вверх от дверь нашла. Всё, я линяю. Так, слушай. Надя, держи изделие. Да аккуратней будь, тут спит такая же. В шагу. Дети в чёрте носят! Сволочь такая, паскуда! А вы сказали, что я срабатываю, что приходили. Слушай, Верка, я тебе что сейчас расскажу, глазам свои не поверишь. А ты отсюда же нашёл? Паскуда ты такая! Ну что, балдела это же, Николай с них крутит. Коля, покажись! Ну, видел, дура. Это ж Коля. Видишь, нет? Пороси! Руки ещё распускать! Я тебе покажу, где я шляю. Верянь, ты такая, как милиция дам! Что это за мордобой? Кто вы такие? Откуда вы вообще взялись? Вы что, не понимаете по-французски? Я вас не понимаю. Так, мне всё это надоело, я вызываю полицию. Не надо полиции! Я вас прошу, не вызывайте полицию! Вы нас не бойтесь, мы вам не причиним никакого вреда, поверьте! Чёрт возьми! Подождите! Я вам рояль бесплатно отремонтирую! Только не надо полиции! Месье Привол, у меня к вам просьба, избавьте меня от этого субъекта! Подождите! Э-э-э! Что вы?! Э-э-э! Отстойте! А то отпустите меня! Вы меня не поняли! Э-э-э! А-а! А-а-а! А-а-а! Чёрт! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Да мы по уйдем, уйдем! А что с тобой будет еще неизвестно! Еще не раз Родину вспомнишь, когда будешь подыхать под забором, следить эти кордавы! Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы, ученики бизнес-лицея имени Савы Морозова, требуем, первое, вернуть уроки музыкального воспитания, второе, вернуть в столовую гладкие булочки с повидлом, третье, разрешить курение на беременах. Ура! Николай Николаевич, дорогой, как хорошо, что вы к нам вернулись. А я? Конечно. Спасибо большое, спасибо, деньги мне больше не понадобятся. Вот если бы учебник французского языка. А в каком смысле? Мне нужен учебник французского языка. А за какой класс? За всех. Ну, у нас ведь нет свободных учебников. Ну, так дадим. Мы вам все дадим. Но вы должны повлиять на детей. Они даже не хотят с нами разговаривать. У меня есть предложение, которое устроит всех. Вы снимаете свои требования и приступаете к занятиям. А за это я устрою вам сногсшибательнейшую экскурсию. Куда? Туда, где вы ни разу не были и вряд ли когда-нибудь будете. Верка! Дочка! Верка, держите деньги! Затушите их! Папа! 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 Эй, в своем уме, что вы творите? Уйди от меня! Уйди, Чурка, проклятый хан! Здорово! Задержи! Кого? Кого задержать? Задержи! Стой! 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 Какого черта вы шастаете по моей крыше? Я запрещаю вам здесь появляться. Убирайтесь к чертовой матери, пока я не засадила вас за решетку. Мадам, разрешите с вами познаться. Что? Извините, познакомиться. Кретин! Почему? Пожалуйста, проходите. Располагайтесь вот здесь. Я сейчас принесу ваше животное. Вот. Я подумала, что так будет живее. Как бы... После полуденный отдых Фавна. Какого Фавна? Она была девственницей. А, может быть, я неудачно выразилась. Я хотела сказать... Отдых Дианы после охоты. Какая охота? Адель не могла обидеть даже мухи. Это было очень благородное существо. Хорошо, но она же отдыхала когда-нибудь? Отдыхала, но не в такой развратной позе. Она была очень скромной и требовательной к себе. Господи, как мне надоели идиоты. Что? Да уберите вы свои поганые рожи. Здравствуйте. Мне нужен франко-русский разговорник и словарь русских ругательств. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так, брат. А ты думал, мы тут по филармониям? Ха-х-х! Хрен с дуа, никому тут не нужно искусство, ни-ка-ми. Ну ладно, ты преувеличивай. Что? Да ты посмотри на эти сытые морды. Это французы, они же деревянные. Они тупые, как дерево, как пропив. Тихо, 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 но не все же. Все, все, все. Абсолютно. А Вольтер, а Безе? Точно такие же мудаки. Креветки с лимоном. Да, знаем, знаем, знаем. Великая французская культура оплодотворила русскую культуру, я знаю. Это мы их оплодотворили. Мы заполнили эту пустоту великим смыслом, а теперь сами ими восхищаемся. Я не согласен с тобой. Не согласен? Категорически. А вот посмотри, сзади сидит компания. Салют. Болстак. Красиво. А ты знаешь, о чем мне говорят? Вот об этом. О жрачке, которую едят. Да. А помнишь, как мы? Плачить Ленина. Коммуналка. Моя кухня. Стол, бутылка водки. Один огурец. И мы говорим о высоком искусстве, о судьбах Родины, о Боге. Ай, ладно. Старохов! Старохов! Старохов, ты что делаешь? Пианино тащу. Зачем тебе пианино на крыше? Концерты давай, дура. Давай, помогай. Это они тебя так отделали. Так, это что, за валюту? Нет, за твои красивые глаза. Тебе кто дал право тратить на себя, дура. Свободно конвертируемую валюту. Мама! Ты что делаешь? Эллиптина, эти зелени. Это я вас сюда привел. Мама, это комара купила? Комара купила? Верь, верь, верь. Мама на кого потратила свою жизнь? Проси, токаянный. Ах ты, старая, просекутка, молчишься. Нет! Всю жизнь попрекает, подвигает, всю жизнь, мама. Я тебе предупреждала, я тебе говорила, не выходи на работу. Тихо! Суметь вызывать полицию. Мадам, то пардон, то пардон. Мы больше не будем, не надо вызывать полицию. Слыхали, мама? Мы уже замолчали. Тихо! Проси, токаянный. Пошли, не тренивай, мадам. Мадам, 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 прошу, все будет нормально. И мадам, саляви, я вас прошу, все будет хорошо. Мир, дружба, подожди, верси. Морозди. Кто сбросил наше белье? Тихо, не ори, кому нужны твои тряпки. Я знаю, кто, я знаю, кому это нужно. А вот я сейчас ей устрою. Вера, Вера, что ты делаешь? Вера, вот она уже идет сюда. Вера, будет скандал, я тебе прошу. Мы молчим. Засронка, идиотка, блядь. Весьмерт завет, дурак. Сволот, блядь, блядь, говно. Бандито, вуаля. Ах так, да? Ну, я тебе покажу. А вот это, ты видела? Стой, стой. О, наконец-то нашли. Вот церковь, кабак, а вот и лестница. Церковь не та. Не та. Да и кабак не тот. Грабит кого-то. Здесь это в дерьма, не имея с чем на родине. Пошли. Ну, хорошо, вот ты говоришь. Лобство, хамство, грязь, нищета. Все правильно. С одной стороны. А с другой стороны, возьми, к примеру, меня. У меня все есть. Машина, квартира, работа, семья. Все есть. Упакован полностью. А вот здесь щемит. Чем дальше, тем больше здесь щемит. О, я здесь был. В Австралии, на Гавайях, во Флориде был, в Японии. Ну и что? То же самое, что смотреть все это по ящику в Петербурге. Ну и то же. А вот когда я сидел с голой задницей, в своей вонючей коммуналке, даже мечтать не мог обо всем вот этом. Ты знаешь, где-то внутри себя я был гораздо богаче. Сколько замыслов. Просто фонтан идей. Ну так возвращайся. В чем дело? Да, если бы это было так просто. Это очень просто. А ты напрасно иронизируешь. Вот я тебе клянусь. Мне ничего не нужно. Возьми у меня сейчас все. Францию. Австралию. Тачку, шмачку. Все возьми. Только вернем. Мой Невский, мой Фельдянский, мою площадь Ленина, мою коммуналку. Только вот сейчас, немедленно. Через полчаса устроит. Ну ты даешь. Поворот налево. Лево руля. Стоп, ступеньки здесь. Слушай, а что такое вонище? Ты меня в сортир, что ли, привел? Почти. Это сюрприз. Ой, не могу. Специально для тебя. Давай, давай, терпи. Поворот. Хороший сюрприз. Только вонючий. Блеск. Как поедем? Да, это все равно. Нет, нет, это не все равно. Старина, значит так. Дуй по Садовой. Мимо Марсова. Направо. По фонтанке? Нет, не по фонтанке. По маховой, по маховой. До нашей рюмошной родной. Потом налево и жми до конца. Ой, ой, чишу важен. Он что, с дурдома сбежал? Вроде того, только что из Парижа. Там что, все такие мудаки? Все, старик. Все до одного. Ну, давай, выходи. Ну, давай, выходи. Стоп. Ну, снимай повестку. Узнаешь? Ну, пока. Желаю счастья. Стой! Стой! А этот сюжет можно классифицировать как очередную гримасу наступающей на нас демократии. Похоже, что на священных берегах Невы скоро будут орудовать не только иностранные торгаши, иностранные шарлатаны от искусства, но и иностранные уголовники. Сегодня при попытке взломать дверь в чужую квартиру были задержаны два субъекта бомж. Вот они, пидорасы, вонючие! Верка, посмотри! Верка, посмотри! Верка, посмотри! Верка, посмотри! Утверждает, что являются подданными Французской Республики. При этом ни один из них не может внятно объяснить цели своего пребывания в Петербурге. не прояснили загадочную ситуацию ни турист, ни французская кошка. Отольются кошки мышкины слезы. Я буду ноги поймать, я буду водой эту пить. Подожди, ну, а как витильянские глаза? Я не хочу коммунала. Вот так вот, запомни. Перестань болтать! Уже перестал. Во-вторых, найдешь мне работу, ну, проблем. А в-третьих... Что в-третьих? Вставай. Завязывай глаза. Да. Да. Как следует завязывай. Да, все. Пошли. Пошли. Стой! Дорог! Аккуратнее! Не поцарапай! Я тебя знаю! Позирался. Эй, ты! Эй, козел! Я тебя спрашиваю, что ты делаешь там? Эй! Горохов! Горохов! Ну, что ты орешь? Сейчас спущусь. Во! Вот и спустишься! А чего? Я простец, ты дура французская, лестница сломала! Как сломала, что ты несешь? Ай, что делать буду, матушке? Матушка, земля родная, не увижу тебя больше! Что, Горохов? А-а-а! Я не... Мадам, я могу вам челюбить помочь? А-а-а! А-а-а! Горохов! А-а-а! Забери меня отсюда, Горохов! А-а-а! Ну как? Алло. Теперь довольны? Это не Адель. То есть как? Серая ангорка с подпалинами, белая горжетка, голубые глаза. Вот именно глаза. У этой взгляд не скромный. Я бы даже сказала, фривольный. В то время как глаза Адель излучали целомудрие и кротость. Ведь она была девственницей, как и я. Мне кажется, вы не совсем правы. Наверное, свет падает не совсем удачно. Я сейчас открою окно, и вы убедитесь. Так, угадайте, пройти нехрен тут. Эй, вы банда мерзавцев! Вам это дорого обойдется. Вы еще пожалеете, что связались со мной. Ну пошла ты! Она думала, что мы по воздуху летать будем. Извините. Вы знаете, при свете они выглядят еще более развратными. Что? Глаза. В то время как у моей Адели глаза были кроткими, добрыми. Мам, месье, покупайте самое крепкое пианино в мире фабрики «Красный Октябрь». Наброшен пианино! Ты лучше сыграл, вы! Это правильно. Мама, давай. Мы же стоим. Дай-ка пошли к ней, сам туда. Ам, ам, ай, ай, ай! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 И во-вторых, сними штаны. Штаны снимай. Зачем? Я должен examiner твои ноги. А, ну понятно, снимай штаны. Да ну ты что? Снимай, козел. Снимай, мудак. С работы вылетишь, он хочет посмотреть твои ноги. Ну что, тебе жалко ноги показать? Всего шесть секций. А высота? Два с половиной метра. Это низко. Что вы, мадам, такие ограждения стоят даже вокруг банков. О, вы не знаете этих людей, их ничто не остановит. Если вы так настаиваете, мы поставим фотоэлементы. Что это даст? При пересечении луча сработает система защиты и либо пропустит ток высокого напряжения, либо поразит нарушителя газом нервно-паралитического действия. По вашему выбору. А можно и то, и другое? Разумеется. Еще мне хотелось бы, чтобы сверху были острые шипы, смазанные ядом курары. А это возможно? Мадам, по-моему, вы насмотрелись фильмов ужасов и слишком драматизируете ситуацию. Уверяю вас, все будет в порядке. Так, за нанесение физических увечий телефон конфискуем, а за моральный ущерб птичку заберем. Так, чтобы знали, что вы... Эй, ты, ворюга, немедленно отдай мои вещи. Они стоят денег. Это уже воровство. Я приказываю вам немедленно остановиться и отдать мои вещи. Да что же это такое? Ну хорошо, мы пошутили, но всякой шутке есть предел. Откройте. Да вы что, совсем обнаглели? Мерзавцы, воры, немедленно открывайте. На этот раз вам придется отвечать. Все, мне это надоело. Я иду за полицией. Долго вы будете меня помнить. Мерзавцы, мерзавцы. Мерзавцы, мерзавцы. Мерзавцы. Для этого и есть туалеты. Мадам, скажите, пожалуйста, какой это район? Какой это район? Больная. Мамчайте, пожалуйста, я не знаю, что это район, Хорош. Будем здоровы. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Бог, старший отечество! Отечество у нас настоящее! Сударыня, спасем Россию. Не отдадим ее на поругание кортавым демократам. Распишитесь за депутата Бушуева. Вот здесь. Но с такому терпению старцы приносит горят. И когда мощный народ старец, он может свою богатырную мощь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Я не говорю вашу язык. Я не говорю, что вы говорите. Ой, ты иностранка! Мамочка, я смотрю, все дрожат. А что ты голод? Заболеешь! Девочка моя! Пойдем ко мне домой! Буль-буль-буль! Ням-дям! Да? Гули-гли-гли! Гули-гли-гли! Давай, давай! Сюда! Осторожненько, ступенечко! Это со мной! Моя птичка! Моя птичка! Аккуратненько идем! А вот здесь осторожнее! Здесь Настана! Ага! Вот так! Так, давай! Садись, садись! Садись! Ух ты, какая хорошая! Какая хорошая! Не-не-не, голубь, это не про тебя! Не-не, она иностранка! Ну, вали! Ну, чего? Чего дрожишь? Ну, рюбочки, кресто, ты откуда? За стол паспорты снимаем, а? Вот тебе тюрьма! Давай! Чиркнемся! С Богом! Фийка! Не-не-не-не-не-не! До дна! Петь, да? До конца! До конца, до конца, до конца! Петь до дна! Фийка! Зарышно? Ну, берет, берет. Теплее, да? А халатик-то какой у тебя хороший. И ты хорошая, и птичка у тебя хорошая. Пипикака. Ай, красота. Паскакака. Не нравится мне твой халатик. Побувяй. И замочка твоя. Была твоя, будет моя. Не понимаешь? Зато я понимаю, сэ ля ви. Вот их фраг, месье. Ваш фраг, месье. Мерсибья. Спасибо. Турел. Не за что. Месье, месье, брюки где? Панталоны. Без брюк. Черт. АПЛОДИСМЕНТЫ Без брюки где? Турел. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Умоляю вас, пропустите меня домой Я разрешу вам ходить через свою мастерскую Можете делать все, что угодно, только пустите Умоляю вас Милиция 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 Девушки отдыхают Нашел, смотри, вот дом, вот стена, вот решетка, вот забор. Вот стена, конечно, нашел, вот дом, вот стена, а здесь-то нет? Ну, каких мест, знаешь, сколько в Париже? Че ржешь, что теперь делать? Не знаю. Я не знаю. Я знаю, что делать. Мадам, извините меня, мне нужно пройти. Привет, заходи мне некуда. Май-най, май-най сюда. Я круглевее, левее. Все они прекрасно понимают, не такие же тупые. Ну, давай, давай. Во-во, молодец. Так, 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 так. Чешу за бампер, осторожней, пократи ее. О, родная моя. Ой, смотрите, здесь книжки какие-то. Залезай вам. А вы говорили, что не поднимем. Подняли. Мама, мама, не прави, сей. Так, давай, заходи туда. Видал? Видал, тачка какая? Цитроенка-бролет. А посмотри, какие фары. Это же гелоген. Это же материн француз. Ой, красивый француз. Я серьезно, серьезно, где? Да в Питере, твоя краня, в Питере. Все нормально. Как в Питере? Я Горохов туда на перераспитание отправил. Мамаша, откройте уже. Всегда нашу на сердце и умру вместе с ним. В тяжелую годину, когда наша партия находится в глубоком подполье, мы вырвались сюда, чтобы передать французским товарищам, партия жива. Дорога к вам была трудна и полна лишений. Холод и голод преследовали нашу делегацию в течение нескольких суток. Но коммунисты не сдаются. И протягивая к вам руку дружбы в соответствии с принципами социализма и пролетарского интернационализма, мы призываем вас. Оплатите наше такси. Да здравствует международная солидарность трудящих. Да здравствует нерушимая дружба между нашими братскими партиями. Да здравствует нерушимая дружба международной солидарностью. Вот, смотрите. Ну конечно же, это она самая, это Альгит Пиар. Вот, видите, книжка про нее. Бонжур, Машерин. Сильву, пролесел диматистик. Не, 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 не. Умоляю вас, помогите мне выйти отсюда. Стань, что ты, что ты, диматистик. А, ёпцать. Помогите мне выйти отсюда и попасть домой. Я хочу домой. Все. Не бросайте меня здесь, умоляю вас. Помогите мне. Попрошу, стань, успокойся. Успокойся. Ну вы видите, до чего вы довели знаменитую артистку? Ведь ей же выступать сегодня. Успокойся. Ну и что? Как что? Она может выступать в таком состоянии. Стэндап. 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 Так, где она должна выступать? В концертном зале. Где же еще? В каком? В Октябрьском. Между прочим, пять тысяч зрителей. А ну-ка, найди мне телефон Октябрьского. Сейчас найду. А вы сами-то, кто будете? Я переводчик. Эдит Пиаф, знаменитая артистка, между прочим. Да, вот. И пианист тоже по-завместительству. Документ. Ну, да. Деявитель. Где документ? Откуда у меня документ? Я в концертном костюме. У меня карманов нет. Октябрьский. 20-е отделение милиции, лейтенант Прагов. У вас сегодня выступает артистка Эдита Пиаф? А, выступает. С кем-с кем? Элвис Пресли. Да. Так вот, они у нас здесь в отделении. Передам. Вам обоим привет. Мерси. Мы можем идти? То есть, как это идти? У нас на вашу артистку уголовное дело заведено, вот, вот. За нанесение телесных повреждений должностному лицу при исполнении служебных обязанностей... Причинения. И причинения материального ущерба. Кого ущерба? А вот фуражка сломана, а за нее, между прочим, человек разбисывался. А содержание под стражей. Ребята, вы что, охренели? Вы понимаете, один концерт Эдит Пиаф стоит больше, чем вся ваша петербургская милиция, вместе взятая. Ну, вот и хорошо. Вот пусть она нам и заплатит. За материальный ущерб. А главное, за моральный. В валюте. В валюте? Сейчас узнаем. Мадам Пиаф. Я в фланге на Гран-Бульваре. Я тенде шозе, тенде шозе, тенде шозе вар. Я в фланге на Гран-Бульваре. Парле францей, парле францей, кельке шоз. Парле францей. Вы принимали наркотики. Окей. Мадам Пиаф готова расплатиться вещами. Какими вещами? Ну, видеомагнитофон, телевизор, стиральная машина, сигареты. Я не знаю. А можно два видеомагнитофона? Тут под номером 17 неразборчиво написано. То ли Уев, то ли Муев. Капитан Чуев. Двухкассетник Филипс и фен для жены. Вон, есть. Спасибо. Патренко вас довезет до этой, до гостиницы. Ауф, Федерсайд. Спасибо. Бонжур. Седам, седам. Мадам Пиаф приглашает всех на свой концерт. Здорово. Кого это тут провожаете? Да вот, французских артистов. Как их там? Эдита Пиаф и Элвиз Пресли. А ты у нас, значит, это Федор Шалябин. Да, да. Патренко, где артисты? Как где? В машине, товарищ майор. Никакие они не артисты. Сержант Патренко, слушай мою команду. Приказываю задержать преступников и доставить их в подделение. В случае оказания сопротивления, разрешаю применить табельное оружие. Вылезай, дорогой, вылезай, вылезай. Только, пожалуйста, не стреляй. Быстро, быстро, быстро. Дверцу надо закрывать. Мадам, Пресли, Пресли. Давай, поехали. Пресли. Давай, жми ногу. Гоуэву. Ован, Ован. Патренко, почему не отвечаешь? Я? Сержант Патренко, приказываю ответить. Да отвяжись ты, надоел. Что? Почему отвечаешь, если бы устал? Где преступники? Я их застрелил. Кто застрелил? У тебя ж патронов нет. А у тебя мозгов нет, идиот. Это не Патренко. А теперь Райт. Райт. Внимание, всем патрульным машинам, всем патрам ГАИ и милиции. Разыскивается машина. Милицейский УАЗ 469. Номерной знак 94-75-1. Женщин. Предъявите карточку. Я вам говорю. Предъявите карточку. Отстаньте от нее. Иностранка. А твой билет? Или ты тоже иностранец? Я уж тоже иностранка. Порядку полагода. У них совести нет. У них такая порода обнаглевшая. И вот на ресторан деньги есть. Иностранец. Видал я таких иностранцев. Да успокойтесь, граждане. Мы скоро выходим. Да. А платить кто за вас будет? Да вы швыртите консулок, чертная материя. А кто же нам вышвыртит? В стране порядок намести не может. Да у вас нет. Ай! 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 Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Ай! 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 Николай? 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 Николь? Николь? Вот это замечательно! Бонжур, Николь! Ну, наконец! А мы заждались! Ну, просто места себе не находим! Верка, скажи, правда? Да, товарищ, вас дожидаются! Ты что, старик, фрак казенный забрал и с концами нехорошо? Слушай, стон окрыт! Такое событие у нас! Пошли! Пошли! Сейчас вы у меня оболтейте, потом выпьем, закусим, все как можно! Ванночки, надо ванночки, чтоб согрелись! Господи! Слава Богу, что нашлись! О! Видал? Понятно? Красавица какая! Удобная, мягкая! Веди, амортизация какая! Ситроен, одно слово! Ух ты, маленькая моя! Ну, давай лечиться! Вот! Пей! Так! Пей! Пей! Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Чем ты ее поешь? Подожди, стой! Гомном же поешь человека, ну! Химия, нитраты! Вот лекарство! Понял, нет? Смотри! Пожалуйста! Держи! 7,6 градусов на травах настояны! Можно! О! Видал, как пробирает! Ну и моя за компанией! Вот посуда! Вот моя! О! Пой здоров! А то древним молоком поет! Да! О! За здоровье! А лучше всего растереть бы ее всю! А? Давай разотрем ее! То есть как? Ну, как-как! К разденем и разотрем! Я тебя разотру! Я тебя так разотру, кобелиная, что ты у меня вот там вот висеть... Да я же не в том смысле! Ну-ка! Она ж больная вся! Бедненькая! Она ж голодная! Пошли к нам! Давай пойдем! Слушай, у нас закуска, выпивка, полный стол! Пойдем туда! Пойдем туда! Пойдем туда! Пойдем туда! Эй! Вы что, вы что, не чувствуете, что ли? Леона! Вы что, не видите, что она не пойдет? Уйдите! 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 Папа! Попаля! Лесе мам-то не лаван! Я не плакала на лаван! Ну, это закончилось! Хорошо-хорошо. Не хватит, не надо! Как говорят у нас на Руси! Нет-нет-нет! Если гора не идет к Магомету! То Магомет идет к горе! О-о-о-о! Пари-е-е-е-е-е-е! Дур-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Коля! Коль, к тебе пришли! О-о-о! Здравствуйте, Колька! Здравствуйте! Мы пришли! Очень приятно! Ну, ну и что дальше? А вы нас обещали сводить туда, где мы никогда не были и вряд ли когда-нибудь будем! А? Да! Ну, пошли! Как ты думаешь, обед свезут? Угу! Камарад, в 15 минут мы приезжаем в Пер-Ла-Шезе! Товарищи, через 15 минут мы будем приезжать в Пер-Ла-Шезе! А Пер-Ла-Шезе, это что такое? Это ресторан такой знаменитый, как Максим! А-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы что, не поняли? Я же говорю, все, домой, в Петербург. Быстрее, окно закрывается. Ну и пусть закрывается. Да, оно на 20 лет закрывается. До вас доходит? Доходит. Ну так в чем дело, побежали. Мы решили остаться. Что-что? Мы решили остаться. Что значит решили остаться? Как вы можете решать, остаться или не остаться? Вот станете взрослыми и будете решать. Я же за вас решаю сейчас. Я, пока решаю я. Пошли! Хорошо. Хорошо. Вы решили остаться. А родители, вы подумали о родителях? Подумали. Подумали? Им же ведь будет только лучше. С едой-то у нас напряженка. Вы дураки просто. Они же любят вас. Они с ума сходят без вас. Да, потому что они думают, что с нами что-то случилось плохое. Но мы же им написали. Да, мы им написали. И когда они узнают, что мы в Париже, то, конечно, будут рады. А когда мы вырастим, мы их сюда вызовем, и им тоже будет хорошо. Настя, ну а как же твоя бабушка? Ведь ты ее так любишь. Но она же умрет без тебя. Не надо, Николай Николаевич. Не надо давить на психику. Вы прекрасно знаете, что ее бабушка болеет потому, что у нас в Питере нет хороших лекарств. Мы здесь купим лекарства, и она поправится. На какие шиши вы будете покупать эти лекарства? На что вы вообще жить собираетесь? А это вы видели, Николай Николаевич? А знаете, сколько мы всего заработали? Целых 248 франков. Ребята, они не бросят детей на улице. Они-то добрые, но вы-то не всегда будете детьми. Вы что, всю жизнь собираетесь попрошайничать? Почему всю жизнь? Займемся чем-нибудь другим. Чем? Можно в Макдональде работать. Или хотя бы посуду мыть. Или машины. Да мало ли ей заняться. Что ты имеешь в виду, Крючкова? Красота, между прочим, везде ценится. А, молодец, умница. Как есть хитизи? Эль дике лабутэта пресси парти. Так вам не стыдно? Учитель устроил вам такой праздник. И вот чем вы его отблагодарили. Он попал в больницу из-за вас. Вы жестокие и неблагодарные дети. Хорошо. Вы правы. Вы родились в неудачное время. Несчастной и разоренной стране. Но это же ваша страна. Неужели же вы не можете сделать ее лучше? Ведь многое зависит от вас. Поверьте. Но вы ведь даже не пытались. Неужели же вам все это до лампочки? А вам? Мне нет. Ну, а чего же вы тогда здесь остаетесь? А кто вам сказал, что я остаюсь? О, нет, подожди. Не хотим и пить кофе. О, смотри. Это ж сосед Гороховский. Ольга. Стой! Стой! Подождите! Стой! Придут! Продолжение следует... 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 Ярохов, миленький, я прошу тебя, паразит, иди сюда, окно закроется, иди. Там закроется, тварь бесчувственная. Любимый мой, павелик. Тащишь людям, хоть бы прощаться. Тащишь людям, хоть бы прощаться. Тащишь людям, хоть бы прощаться, иди сюда, окно закроется, иди сюда, окно закроется. Тащишь людям, хоть бы прощаться, иди сюда, окно закроется, иди сюда, окно закроется. К нашим надо обращаться, в российское посольство. Наши своих не бросят. Да нужен-то им без паспорта, без денег. Чувствую, что без французской компартии нам не обойтись. Да сыты мы поворот твоей партии. Дай мне, пожалуйста, эту штуку. О, у меня замечательная идея. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Руки вверх! Куда мы летим? В Санкт-Петербург! КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Чего ты уставился? Давай работай! ПОЖАЛОВА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!